с нами в студии добрый вечер добрый вы только что с концерта я так понимаю да как отыгрались вот серёга играл это мои в мои скажи мы застали последний там его конечно не отпускали в деле вырвали чтобы тебе успеть вы сами сами сегодня играем мы играли другом другом клубе включение акустические самым тоже спешили а завтра соответственно будете вместе игры завтра это вообще особая история потому что 15 лет и разных людей b2 будет и два состава как много гостей вот искать куда ехали михаиленка сечкин чебраков здесь гордеев даже приятно почему я не знаю там будет сдал на александр гордеев тоже у нас студии это мало того что человек играет на в группе разные люди он еще и директор группа король и шут или или директор уже был директор но неважно он всячески конспирирует свое поведение свое присутствие возможности послушаем знаю сейчас мы попробуем это сделать кто-то обещал нам рассказать какие там треки ваш кажется ты что то мы сегодня сейчас мы говорим о моем минута ну так я прошу против что-то качественный звук можно поставить скажем песню хотя я не знаю что там поставим послушать Зайдешь на кухню, посмотри на часы, вся твоя штука. Да нет, конечно, Саша, я как-то умею просто, просто умею. Ты что сказала? Чего? А что она? Ну, не предупрел ребят, что здесь надо привезти. А что, здесь нет вообще? Нет вообще. За ним кто-то поехал. Хорошо, ну там... Не, ну там есть песни из нашего репертуара. Я спою тебе песню, мама. Внимание! Это так мало... Продолжение с программы Аргентум, вы можете присоединиться к нашему эфиру при помощи Пыжер 974 2222 для абонентов Москвы, он же 755 8705 для того же абонента. Также можете вы и позвонить по телефону 203 19 22 с префиксом 095 и задать вопрос, например, Александру Гордееву, может быть, даже Сергею Чегракову, который сейчас временно покинул нашу студию. Дезертировал. Думаю, ненадолго. Вот. Или Павлу Михайленко, чья песня только что звучала. Так, что я еще хотел сказать. Да, у нас здесь небольшие технические проблемы есть. Почему вы и слышали песню, например, от Павла Михайленко. Поэтому, возможно, мы сегодня что-то и не услышим. Но вот песни с альбома 9.1.1 мы услышим точно. Я пока Сашу Чернецкого попрошу рассказать немного об альбоме Акустика. Просто ты сказал, что это совсем другое. Вот для тех наших слушателей, кто его не слышал и еще не купил, чуть-чуть о нем несколько слов. Ну, действительно, другое, потому что совершенно мы не собирались после 9.1, ну, так сказать, еще альбом в этом году. Но так получилось, что нам продуступило предложение о записи акустической, как бы... Версии. Версии, да. Чего-то там, вот, от фирмы Никитина. Но я подумал, что это настолько нам не свойственно, оно в то же время интересно. То есть я собрал просто... Ну, не так, как это делают многие там... Ну, не многие, но нет, что это можно в акустику записать просто на гитару. А я все-таки привел всех, всех разных людей, даже более. Вот. И мы записали это все с множеством инструментов, как-то рояль, аккордеон, труба, женский вокал, и... То есть обыграли... То есть все какие-то были вещи, которые хотелось как-то записать, но они были, ну, давно не актуальны, может быть, но они были чем-то дороги. Они... А я попытался, собрал и, собственно, объединил этот альбом. И они как бы звучали это необычное звучание. Завтра празднует 15-летие в клубе B2. Во-первых, кто будет еще из приглашений? Завтрашний концерт, насколько он примерно понятен на него, как бы форма. Но что там будет происходить до конца... То есть нет режиссуры, есть наметки, да? Будет... 21 час 30 минут. Начат концерт с показа документального... Попытаемся спеть, то, что вспомнили. Пока у нас заспит. Один Александр Чернецкий... Нормально присутствует... Молчать загадочные. Остальные, да, они либо молчат, либо говорят куда-то в сторону. Работают подошли. Есть микрофон. О! Ты сказал молчать на некоторое время. Друзья, не забывайте про Pager. У нас сегодня легендарные разные люди. В гостях 9742222, абонент Экс Москвы. Задавайте всякие вопросы. Работает наш смс-приемник. Свои смс-сообщения нам в студию можете присылать на Плюс 7 095 970 45 45. Да, давайте сейчас скажем какую-нибудь песню с 9.1.1. Послушаем. Саша, я прошу тебя выбрать какую-нибудь. Слушай, ну на самом деле я говорил много об акустике, но... Ты не против? Хочешь поговорим? А потом послушаем. Только ты не молчит. Я бы на самом деле пришел на радио, давайте болтать. Давай. Давай. Не вопрос. Не вопрос. Просто, знаешь, чем дело? Как-то временами беседу хорошо перебивать музыкой. Тем более, что люди же не все... С Ильичуликах, скажете? Не все знают, да? Ну, знаешь, может быть, конечно, вас все знают, а нас вот не все. Вот. Классно не все. Ой-ой-ой-ой. Ну, блин. Ну, блин. Ну, блин, блин. Ну, блин, что от тебя, да? Хорошо. Хорошо. Болтать так болтать. Вот поклонник Сергея ваш спрашивает. Александр, есть ли запись песни «Земляничная поляна» и не мог бы Александр Чернецкий ее в эфире исполнить, если это возможно? Наверное, нет, потому что... Песню лизать. Стро бьется с «Форево». То битлык, то битлык. Это тоже битлык. То не Чернецкий. Кто ведь из этого бордона? Вообще, вот меня сегодня Сергеич игроков удивляет. Я просто помню, он же у нас не первый раз. Вместе с Захаром Маем. Да, был как-то у нас с Захаром Маем. А завтра, кстати, будет и Захаром Маем. Вытянуть из него слово было просто невозможно. Да кто же с другой? Потому что при Захаре рот не отрывает. Завтра будет Захар Май на концерте? Да. Завтра будет Зак? О котором мы молчали. До этого момента. Господа, господа. Ждем, 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 ждем. Предупредить слушателей хочу о том, что люди эти между собой давно не виделись, они не наговорились. Почему еще игроков настаивает на том, что вы поболтали? Ну конечно. Давай мы поболтаем, а люди послушали. Тут хороший вопрос от Андрея поступил. Я ее, правда, переформулировал несколько. Он спрашивает, почему нет ни одной передачи на телевидении, которая бы рассказывала о вашем творчестве? Ну во-первых, а была под названием «Земля-воздух», где теорически выступила группа «Разные люди», и это я тоже интервью Александра Чернецкого на вашем сайте. И в обоих интервью речь идет о том, что… А мы сами себе законы. Мы свои законы себе сами же устанавливаем. И получается? Ну потому что… По-видимому, получается. По-видимому, получается, если Санька все время собирает залы. Если… Мы все время собираем залы. Знаешь, что получается? Ну, тем не менее, удавалось ли бы это, если бы не было, например, радиостанции «Наши радио», где и активно… Хотя и довольно старые твои песни гонят. Что-то, что-то, без нашего радио вообще все бы заглохло в нашей стране. Конечно. Конечно. Михаил Натанович Козырев, конечно. Конечно, да. Мы проголосили Михаилу, да? Я думаю, что даже… Мы проголосили Михаилу Натановичу завтра. За плоды в Сталину. Да. Я надеюсь, что он придет. Ну, в общем, уже… Если у нас оболиться от Синагоги, то, естественно, придет. Конечно. Это вечером. Это вечером. Это вечером. А тут, значит, Сергей от имени всех послонников, пишет побольше песен. Мы все с нетерпением их ждем. Так вот, хорошая мысль, чтобы прерваться сейчас на какой-нибудь из песен. Саша, несмотря на все протесты Чиграхова, я тебя прошу все-таки выбрать с 9-1-1 песни. Слушай, ну давай 9-1-1. Там он сразу поймет, что… И он знает… Так оба знают. Да. И ты знаешь, и ты знаешь, и я знаю, что я знаю. Если что-то говорите, говорите в микрофор. Не говорите в микрофор. Я ненавижу Козырева, блядь. Там бардак. Ничего не слышно поисказать, что говорят. Правильно. Либо микрофон, либо… Не говорите вообще ничего за спину. Саш, ты говорите, там слышно все. Ну как вы не поймете? Я вообще молчу. По очереди и в микрофон. Красиво. Нас приглашали по очереди. Вы выходите и разбегаете. Если не буду вас ловить, то всем нравится. Саш, скажи, как лучше. Кого убрать? Или кого поставить? Давай. Мне все равно. Саш, не уходи надолго. Три минуты осталось. Саш, не уходи надолго. Я уже не один. Я принесу тебе за петля. Попробуй. Три минуты. Саш, не проведу. Слушай, если никто не вернется, мы просто вставим. Не, 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 не. Я уже не один. Ты уже бил, да? У нас группа разные люди. Вообще вот двух микрофонов каким-то образом существует как минимум четыре человека. они время от времени меняют друг друга. У нас происходит ротация в прямом эфире. Еще неплохо устроить ротацию в ведущих, кстати. Представляешь? Так, двое вели-вели, бам, и вдруг уже другие люди. Ну и отлично. Так, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Может быть, сейчас мы послушаем телефон. Я вот что подумал. По 203-19-22. Друзья, постарайтесь надеть максимальное количество наушников. Не каждый, конечно, а все, чтобы вы как-то слышали. То, что происходит в телефонной линии. Может быть, какие-то из них даже и работают. Я очень надеюсь на это. Да, и подальше сами наушники от микрофонов. А то они начинают свистеть, а это плохая примета. Денег не будет. Александр, не хотите ли вы присоединиться к нам? Вот, присоединяйтесь. 203-19-22. Звоните, задавайте вопросы с разным людям. Алло. Хорошие. Спасибо большое. Особенно за вопрос чужой. Надеюсь, он сейчас вам ответит. Но сначала Александр Чернецкий. Вопрос как бы не ко мне, потому что я отъехал и скажу. А вот Павел Николенко может рассказать подробнее, потому что есть. Паша, расскажи. Все. Наши судьбы сложились великолепно. То есть, мы живем, творим и развиваемся. А если чуть поподробнее. Что Леша делает? Леша сейчас сложился в группе «Земля Вина». И это такая молодежная группа. В Украине достаточно известная. Я записал сюда альбом. И первая песня, которая прозвучала, это из демозаписи моей. И еще у нас есть клуб в городе. Мы его назвали «Бункер». В самом центре города, в университете. Какое оригинальное название? Такое у вас оригинальное? Нет, это неспроста, потому что это назвали сами студенты. Мы не стали ничего изобретать. У нас через чуточку бункер 17 факультет. 17 факультет. Это в университете было 16. А наш 17 факультет развлечений. И живем как бы, работаем в той же сфере, в которой было. У нас не на всех хватало здесь наружки. Это я нашел. И молодой человек, который задал вопрос, хотел бы ответить так. Милый мой молодой человек. Эфир, по большому счету, сейчас касается группы разные люди. Мы считаем, не группа чешекомпании. Поэтому неэтично задавать вопросы лично. Это было так же, как с Захаром Маем. Да, небольшую воспитательную беседу здесь провел Сергей Чигараков. Ну хорошо, вот так. Давайте еще один звонок. 203.19.22. Алло, вы в прямом эфире. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? pub. Здатенько. Ага. Г buen cantum, группа — разные люди, да, то, что они делают. Я их за годом 1990 слушаю. Вот. И… все, все замечательно. В костях, вроде, как музыканты, а говорят все больше ведущие. Вот уж как-то уступайте. Да мы стараемся. Это у вас камень, Игород. Да, конечно. Хорошо. Да, кстати, у вас же нет вопросов, между прочим. Вот и у нас практически их нет. Пожелание было зато. Мы нечего говорим, поэтому будут говорить наши слушатели по 203, где-то наши. Нет, подожди, у меня есть вопрос, извини, я перебью радиослушатели. Здесь вы много обсуждали свои местечковые проблемы. И даже не местечковые, а как бы это сказать-то, земляческие. Я бы хотел спросить о Харькове. Когда и кто последний раз из вас был в Харькове, те, кто в нем не живет, я имею в виду? Я был в Харькове, наверное, года два, что ли, там было, с гастролями. И с тех пор, по-моему, больше нет ни было. Саш. А Харьков до сих пор стреляет, потому что чижане, да. Ой, и все плачут. Ну, я бываю, потому что там у меня... Это не считается, с концертами имеется в виду? Нет, нет, нет. А вообще? Нет, вообще. А вообще, у тебя были еще поездки, кроме концертов? К сожалению. Так, Саш. Ну, чего, я был последний раз в августе, по-моему, и... Ну, я долго был, потому что был отпуск, там, дочка пианика, вот все. Мы езжали в Крым и так далее, родители поедать. Ну, не важно, важно то, что мне очень понравилось, что город развивается, там очень позитивно, но играть тропин-ропин-ропин-ропин-ропин-ропин-ропин-ропин-ропин. Так же давно. Три года назад показывал городе. Ну, разные люди, что с ними взять? Ну, я это к чему? Понимаешь, вот смотри, для людей, которые вас знают, которые вас слышат, вы родом из Харькова. И все оттуда. С другой стороны, как сказал Саша, играть там рок-н-ролл негде. Пока. Теперь уже нет. Как сказал Павел. Как добавил Павел. Потому что он думает, что все-таки он сделает какое-то место, где это все будет реально. Потому что нам тоже больно за... Ой, ребята, ребята, вы... Вы уже выбрали президента? Нет. Да? Да? Он с Игорь, где-то. Какая антипичная. Типа, разберитесь сначала с президентом, а потом подумаем, где музыку будем играть живую. Я понял. У нас это серьезно. Не, ну, какая-то музыка... Подожди, президент всегда был, а музыка к нему отношения не имеет. Нет, она всегда... Ты вспомнишь, даже когда не было президента, музыка была, Сереж. Мы же душой. Ты вспомнишь, даже когда был, по-моему, Брежнев, была музыка. Наш президент слушает нас весь. Друзья, можно я чуть-чуть к музыке от политики? Безусловно, конечно, интересно, как вы там в Харькове выбираете президента, но, тем не менее, наверняка после концерта в Москве будут у вас поездки или не будут? Куда-то еще у разных людей? Спланирован ли тур какой-то? Здесь просто, например, Катя из Саратова спрашивает, собирать ли вы в Саратов, и когда очень бы хотел вас здесь увидеть? Ну, трудно ответить. Там все как бы реализатором в Саратовском. Ага. А другие города какие-нибудь, кроме Москвы, запланированы еще потом? Конечно. Ну, безусловно. Серега, и у тебя? Тебе вопрос. Ты у нас как бы лидер? Ты у нас фронтный? Да что, я такой же, как ты. Саня, ты фронтный, тебе это будет. А ты кто? А вот, Саш, хорошо, вот, ведь часто на многих эфирах, и я помню, кстати, и на программе «Земля-воздух» тоже, к Чижу часто обращаются, вот, раз пришел человек, значит, у него надо спросить, как там группа Чижа-компания, да, вот, как мы уже сегодня заметили. Тебе не бывает обидно? Все-таки Чижа у тебя играет на гитаре, да? Ты фронтный. Да нет, он играет по другим причинам. Он не у него, а у себя играет. У себя играет. Это его, как бы, его состояние душевное. Ты же не можешь заставить человека пить водку или не пить. Хочет играть, хочет не играть. Он хочет играть, не играть, вот поэтому он там, он играет. Кстати, я хочу сказать, это единственная группа, где существует человек, который хочет играть, хочет не играет, хочет поет, хочет не поет, хочет, он может даже сплясать. Но это будет эксклюзив. В трусах. Давайте сейчас послушаем еще одну песню с альбома 9.1.1, она, по-моему, у нас восьмой трек «Никогда не вернусь», она называется. О, дадим то есть пафосу. А то. А вот эта вот пафоса из интернета играет? Да, действительно, не активная. Только не читай, а у нас запрещена. В фильме? Да, слышите? Чтобы ты не... 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 Чтобы ты не взяли, у нас все мы уже... Мы встречались так... Все, что? Что? Как сигарета? Только я никогда не вернусь. Но признаться, родная, боюсь. Тебе, брата... У нас сегодня на эфире, поэтому у нас сегодня много народу. 974-22-22-755-8705. Абонент Эхо Москвы, это координаты нашего пейджера, код Москвы 095. Его же можно и набирать, набирая телефон 203-19-22, что я надеюсь, вы сейчас и делаете, для того, чтобы задать вопросы в группе разной люди. Алло. Да. Привет. Ой, 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 ой. Вау, ой, ой, ой. Олежек, Олежек, это ты у телефона сейчас сидишь? Ну, Олег Иванович, ну, такого подвоха нет. Олег, зайди как-нибудь, ну, это самое, верни, дивидии, что брал, и я тебе дам новых. А ты взял у него другие дивиденды? В эфире практически программа «Короткие встречи» у нас здесь. Кто из нас Юлия Бордовская, скажем? Мы, поскольку раздвоилась она, мы вдвоем. Да, я хочу несколько лично задать вопрос Александру Чернецкому. В общем, не секрет, и все твои поклонники хорошо знают, что ты болеешь. И вот ты сейчас говорила о том, что ты полгода лежал в больнице. Как ты себя чувствуешь сейчас? Вот когда ты пришел, на самом деле, ты выглядишь очень бодро. Очень бодро, чтобы не сглазить. Реально. Я не ожидал. Потому что… Ты честно? Да, я помню на программе «Земля-воздух»… Ну, на программе «Земля-воздух» у меня не было одной энергии, на самом деле. Она висела на мясе, она была сломана. И я эту программу играл на таких обезболивающих. Меня просто привезли, ну, посадили, потому что я знал, что наши бодро зоны будут выходить. И после этого я еще и делал фактически полгода. И три месяца после операции прибыл на костылях. Это спасибо, что ты вспомнил о том, что я был в этом состоянии совершенно безумно… в состоянии безумно неотрепадным этому миру, потому что я не понимал, что я могу еще сделать в таком состоянии, чтобы… чтобы как-то меня приняли как нормальный человек. Я не хотел оказаться там нолидой, потому что это… Дорог ты сам. Это было очень… Неслаждение. Тебя не принимают. Я помню этот эфир, как ты за нас отстоял… Один из немногих. Против всех вот этих людей, которые были, да. Да, они там еще… Ну, не будем называть фамилии, потому что это не корректно, наверное. Но ты был самый наш… Наш настоящий чувак, который понимает, о чем здесь. Правильно. Спасибо, друзья. Я, честно говоря, уже этого и не помню. Ну, ладно. А я помню. Я, ты знаешь, хотел вот о чем спросить. Я прочитал в одном из интервью, или в статье, кажется, о том, как писался один из альбомов, когда ты был приколом к постели, фактически, и тебе закидывали микрофон на десятый этаж. Этот альбом назывался «Бит». Не помню, нет. «Мозокизм». Да, «Мозокизм». Да, «Мозокизм». И привозили передвижную студию. Да. Вот, Серега, ты помнишь, как это было? Конечно помню. Мы с тобой… Тогда был фест в Харькове «Чёртово колесо». И… Давай я скажу хуже. Мы записывали раньше. Значит, Серега… Я написал новые песни. Мне сделали операцию не очень… Совсем неудачно. В городе Харькове я потерял вообще движимость, как таковую. И лежал прикольно по силам. Восемь или семь месяцев, да. И писал какие-то песни предместические. И говорил, Серега, ну, приходи ко мне. Мы… Ну, я хотел что-то записать. А я не вставал в принципе в стиле. За мной пожелала жена. Мои родители. Понимаешь? Инна. Друзья, да. В двери… Ты же сидишь рядом. Двери в квартире не закрывались. Ключ под ковриком лежал. Каждый мог зайти в эту квартиру. Я просто не вставал. Вот. И Серега принял ко мне. Мы репетировали эти песни мои. Какие-то жизнеутверждающие. Такие, как «Жизнь», там, «Будь» и прочее, прочее. Потом мы сделали какую-то запись. Оно не получилось. И когда был в декабре фестиваль «Чёртово колесо», когда они приехали в Кадьков с передвижной студией, им, ребятам… И Наталья… Сказали, да. Что вот… Гришишина. Гришишина. Наташка Гришишина сказала, что… А что там Сашка? Она говорит, а он написал песни, и там… Наталья записать не получилось. Они сказали, что же у вас есть студия, вы же… Мы же только об этом и подумали. Просто на следующий день после фестиваля они подогнали студию нашему дому. Подняли кабель на девятый этаж? На десятый. На десятый этаж, ребята. Это… Это… 10 декабря открыли окна, поставили все микрофоны, включили рации. И я… Я просто был убежащий больной. Мне стыдно говорить об этом. Я… Я не могу ягодить. Потому что… Ну, никто… Не поймет вот… Той радости, что доставили вот этим процессом людям. И записали вот эту запись, да? Я играл в лёжах постели. Да, мне поставили микрофон, гитару. Всё. Серега играл на гитаре. Паша играл на басу. На бонгах там. Всё. Слушай, это потрясающая история на самом деле. У меня есть фотография. Это вот настоящая. Ну, давайте сейчас как раз и послушаем рок-н-ролльную. И… Молодцы. И не хватит. Или нет, или нет. Молодцы. Дальше. Давай в 59 заходим? Да, в 59 заходим. Много народа, пока один сказал в разу. Четыре штуки. В радиоэфире, я имею ввиду даже не пластинки и записи, а в смысле самих музыкантов. И вот Александру Чернецку задать вам вопрос. Вот у вас есть буквально последняя возможность такая увидеть. Вы их еще сможете завтра на концерте в В2. Алло, 203 19 22. Алло. Здравствуйте. Здрасьте, здрасьте. Туда, туда. Спасибо. От чужой отдельно спасибо. Так. У нас совсем мало времени. Задайте скорее же вопрос. Группа Битлз. Извини. Можно я скажу? Извини радио. Да, фу-фу-фу-фу. Хорошо. Все, говори. Все. Не, Саня, давай уж ты меня уже перебил. Я так хотел начать с того, что группа Битлз. У нас Джон Нирон, Пол Маккартни, Джош Харрисон, Стю Сатклев образовалась в 1950 году. Дальше лекцию продолжать или мы отведем определенное время? У нас 30 секунд осталось. Спасибо большое за начало. Продолжение вы услышите в следующих наших эфирах. Я надеюсь, что нам хотя бы один или с компанией вместе все-таки заедет. Один, один. Один? Ну, про Битлз один. Заезжай. И прочтет несколько лекций про группу Битлз, несмотря на то, что у нас есть специальная программа по этому поводу. Я желаю группе разные люди отличных выступлений. Завтра вам хорошего концерта. Господа, те, кто нас слышит, господа и барышни, приходите завтра в клуб B2. Там будет рок-н-ролл. В общем-то, это все. А те, кто спрашивал, что такое рок-н-ролл, приходите завтра, вы увидите все это. А Сане Чернецкому отдельное здоровье? Сане Чернецкому просто респект. Потому что это супер-супер-супер-человек. Внимание! Предоставляется уникальный шанс. Сумасшедший дом с вами говорил. Тома них не существует, вы счетивший паралл, воля зимой, которую никто никому не знал. Как узнать о том, чего никогда вы не знали? Прочитаем человек, чего ничего не написал. За клубы двери и без того не видел друг друга. пока не знаю информацию сейчас что-то говорится потому что не в другом но в другом сейчас мы можем сейчас заслужить ну не формат нет, ты чего-то сделал наверное ну что ты сделал, ты не знал не знал извиняйте блять что ж ты можешь казино играть не знаю правило в общем вовсе регистрация что что все поэтому и Продолжение следует...